Сегодня стали известны новые подробности аварии на железной дороге, которая случилась в понедельник утром в районе Стрелочного завода. Работы по ликвидации течи плавиковой кислоты велись всю прошедшую ночь. Трещина в цистерне, которую заделали к вечеру, вновь дала течь. Только к утру опасную жидкость удалось перекачать из непригодной для дальнейшей транспортировки цистерны в другую емкость. Сколько всего фтора водородной кислоты вытекло из-за прохудившейся 60-тонной цистерны за время ликвидации аварии, подсчитать сложно. Утечка могла происходить на большом расстоянии по пути следования груза, пока ее не заметили на станции Муром. По неофициальной информации речь может идти о потерях в несколько тонн. Официальные цифры гораздо скромнее. По официальной информации по величине утечки кто-то говорит порядка 120 литров, кто-то говорит 200 литров. Абсолютно правильное решение было принято уже после обеда, что в качестве нейтрализующего раствора, даже не раствора, а вещества, нужно применять известь. Плавиклая кислота и стоки, которые содержат ашфтор, они достаточно просто нейтрализуются известью. Получаются в осадке кальцийфтор чистый, и это превращается в некий шлам, порошок такого белого цвета. Класс опасности понижается до четвертого, и его можно спокойно размещать на объекте. Во всяком случае, до жилой застройки расстояние было достаточно большое, начиная от 300 метров. Поэтому пробы воздуха в жилой застройке говорят о том, что по ашфторам ситуация была абсолютно спокойной. После проведения следственных мероприятий сотрудниками областного Росприроднадзора будет подсчитан общий ущерб, нанесенный экологией округа Мура. Возместить его придется виновнику аварии.